Краткое руководство по TopRank. Шаг 1. Создание логики модели. Для выполнения этого шага требуются только инструменты Excel. Функции TopRank здесь не используются. Сначала необходимо разработать логику модели обычным способом, с помощью стандартных формул Excel. В данной модели с книжными полками эта операция уже выполнена. И вы можете посмотреть используемые формулы Excel. После создания модели можно приступать к проведению анализа TopRank. Значения, которые вам требуется проанализировать, итоговые показатели, назначаются в TopRank ячейками вывода. Значения, которые влияют на вывод, и по которым вы хотите провести анализ возможных вариантов, назначаются в TopRank ячейками ввода. В данной модели планируется прибыль от продажи книжных полок в течение последующих шести лет. Все выводы, указанные в ячейках с синим и зеленым шрифтом, влияют на итоговую прибыль в строке 30. Формулы в строках 23 до 28 используют выводы из ячейок с синим и зеленым шрифтом для планирования себестоимости единицы, дохода от единицы и спроса. Все эти значения напрямую ведут к планируемой прибыли в строке 30. Цель – выяснить, какие из выходных переменных оказывают наибольшее влияние на планируемую прибыль. Это поможет компании в принятии стратегических решений для повышения эффективности. Данный анализ StopRank может предшествовать дальнейшему анализу, который будет выполнен с помощью At-Risk инструмента анализа рисков по методу Монте-Карли. В рамках анализа At-Risk можно добавить распределение вероятности для на более важных ячеек ввода, которые были определены с помощью TopRank, а затем смоделировать вероятности наступления различных сценариев, планируемой прибыли. Некоторые из выводов, выделенные синим шрифтом, могут быть фиксированы, и компания не заинтересована в выполнении для них анализа возможных вариантов. Другие вводы, выделенные зеленым шрифтом, являются приблизительной оценкой значений, которые могут меняться. Поэтому они представляют главный интерес при проведении анализа возможных вариантов. Идея заключается в том, что обычно в вашей модели имеются некоторые вводы, которые вам требуются варьировать, и другие вводы, варьирование которых не представляет для вас интереса. На шаге 5 данного руководства объясняется, как TopRank позволяет выполнить анализ подобной ситуации. Практика. Ознакомьтесь с формулами в строках от 23 до 28 и 30 и убедитесь, что вам понятна логика модели. Модель составлена корректно, и на этом этапе вам не нужно вносить никаких изменений. Инструменты зависимости формул, доступные на ленте Excel, помогут понять, каким образом вводы приводят к выводам. Выберите любую ячейку ввода, например, S10, и нажмите кнопку «Зависимые ячейки», чтобы увидеть формулы, на которые эта ячейка влияет напрямую. Затем нажмите эту кнопку один или несколько раз, чтобы посмотреть все прямые и косвенные зависимости этой ячейки.